Еще одна семья отметит новоселье в доме на Сущинского, 4. Счастливыми обладателями ключей до двухкомнатной квартиры стала семья Масловых. Всего в этом доме через Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты было распределено 100 квартир. Это пожилые люди, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, многодетные, ветераны боевых действий и дети-сироты. В рамках окружного закона о предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан квартиры получат все 10 внеочередников. Среди них жители Нарьенмара, поселков-искателей Красного, Нижней Пеши и Неси. Накануне ключей от двухкомнатной квартиры получила мать ребенка-инвалида Любовь Рочева. Мы идем по социальной очереди, так как ребенок-инвалид. Ждали мы недолго, а два года. И вот радостный момент. Ключи от новенькой квартиры Любови вручил глава региона Игорь Кошин. Наша задача, чтобы у вас были условия для жизни. Хорошо? Спасибо. Вы большая умница. Вы человек очень сильный, потому что только сильный человек. может ежедневно преодолевать вот эти вот сложности. Потому что всем кажется, что по-настоящему сильный герой, что подвиг совершил и все. Вы каждый день совершаете подвиг. Вот это очень важно. Я вас благодарю. Спасибо вам большое. Теперь семья Масловых-Рочевых разъедется. В новую двушку переедет Любовь с младшими сыновьями. Старшие дочери и сын останутся жить на прежних квадратных метрах. И хоть пока семья знает только номер квартиры, уже есть планы, как ее обустроить и сделать уютной. Докупить придется очень много. И на одну, и на вторую квартиру докупать придется определенно. Так как будут две семьи уже конкретно распределяться по двум квартирам. И интерьер будем менять полностью и здесь, и там, думаю, все обустраивать будем потихонечку. Въехать в новый дом и исправить новоселье семья планирует уже в ближайшие дни. Но Мария обещает, что обязательно как можно чаще будет навещать маму и младших братьев.